Добрый вечер! Это новости в студии Анна Москаленко и прямо сейчас подведем итоги этого дня. Сначала о главном. Сегодня Шипуновский район посетил губернатора Алтайского края Виктор Томенко. О подробностях рабочей поездки смотрите в выпуске новостей. Строительство дороги к горнолыжному комплексу Мишина гора в Белокурихе-2 планируют закончить в октябре этого года. Какие работы на объекте уже сделали, расскажем далее. Уже с завтрашнего дня барнаульцы смогут проголосовать за место, где расположится стела «Город трудовой доблести». Как это сделать, расскажем через несколько минут. В Шипуново обновили модульную угольную котельную. Провели капремонт в детской школе искусств. В планах капитальный ремонт средней школы в райцентре. Сегодня район посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подробности рабочей поездки в сюжете Глеба Полянского. В предстоящий отопительный сезон жители Шипунова смотрят с оптимизмом. Теперь мерзнуть в домах не придется. В райцентре построили модульную котельную и провели реконструкцию теплосетей. Новый объект теплоэнергетики обеспечит теплом почти половину потребителей села. Отапливается у нас порядка 150 абонентов. Это у нас 99 частный жилой сектор, 13 объектов социальной сферы и 34 объекта – это прочая инфраструктура. Современные котлы и качественное оборудование обеспечат не только надежное теплоснабжение, но и минимальные выбросы в атмосферу, а также экономию топлива. Новая котельная заменит сразу четыре старых и нерентабельных. За отопительный сезон удастся сэкономить до 4 миллионов рублей. На данный момент котельная, уже пусконаладочные работы завершены на ней, тепловые сети опрессованы. Ждем распоряжения о начале отопительного сезона и запускаем в полном объеме данный объект. На данный объект затрачено 91 миллион, в том числе 50 миллионов – это котельная с закрытым складом угля. И 41 миллион – это тепловые сети. Деньги выделили из краевого бюджета, а районный обеспечил софинансирование. Но ни одним жилищно-коммунальным хозяйством занимаются в районе местные и краевые власти. В прошлом году в Шипуновской детской школе искусств провели капремонт и приобрели оборудование на общую сумму более 26 миллионов рублей. Виктор Томенко написал коллективу и учащимся школы пожелания и посетил один из уроков по декоративно-прикладному творчеству. Спасибо большое. Уже готов и проект капитального ремонта средней общеобразовательной школы Шипунова. По федеральной программе в следующем году на эти цели выделят порядка 300 миллионов. Вместе с губернатором пожелания жителей района выслушали и депутаты краевого парламента. Максим Кочев уверен, что комплексное развитие района должно включать модернизацию всех сфер жизни на селе. На сегодняшний день это очень важно и очень радостно, что государство и руководство нашего края начали уделять внимание восстановлению, ремонтам наших сельских клубов. Потому что школ, объектов здравоохранения, потому что именно социальная сфера, она, конечно, и инфраструктурные проекты формирует на сегодня сельский уклад. Алтайский край уникален своим сельским колоритом. Почти половина его населения живет и работает в селах. Именно поэтому новый политический цикл, который начнется после выборов в Госдуму и Краевой парламент, готовит для властей новые вызовы и задачи. Чтобы в сельской местности была не только работа, но и все, что необходимо для современной комфортной жизни. Глеб Полянский, Денис Кузьменко, новости. Впервые в Крае на базе Барнаульского завода АТИ директора заводов, депутаты и общественные деятели встретились с руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю. Встреча прошла в формате открытого микрофона. В совещании приняли участие вице-губернатор Алтайского края Александр Климин и сопредседатель организации «Деловая Россия» Сергей Недорослев. Круглый стол актуальной вопроса администрирования налогообложения в промышленности организован по инициативе Союза промышленников Алтайского края. Формат совещания оказался достаточно необычным. На протяжении нескольких недель руководители компаний формировали блок актуальных вопросов. Поэтому диалог промышленников и налоговиков получился максимально приближенным к животрепещущим проблемам конкретных предприятий. При этом все стороны старались найти конструктивные решения. Предварительная проработка вопросов позволила сделать это совещание продуктивным для двух сторон. Результатом, я так понимаю, что вообще здесь должны родиться в том числе письменные рекомендации круглого стола в части тех вопросов, которые были присланы и освещены. Мы сегодня действительно столкнулись с парой случаев. Я бы не сказал, что они нам неизвестны, но вполне возможно нуждаются в какой-то точной проработке. Юрий Куриленко особо отметил, что Федеральная налоговая служба открыта для диалога с бизнесом. Он уверен в необходимости встречаться на подобных площадках. Так предприниматели знакомятся с условиями, в которых бизнесу сейчас приходится работать. Мы действительно задали очень много вопросов, получили практически на все ответы. Мы видим, что налоговая растет. Цифровизация заставляет нас присматривать все бизнес-процессы свои. Мы точно понимаем, что двигаемся и в хорошем смысле в диалоге понимаем, как должен бизнес построиться по новым требованиям налоговых. Я считаю, что это очень хорошее начало. Мы договорились, что будем дальше продолжать общаться. Есть абсолютно живые контакты, они кабинетные в рамках расширенного рабочего микрофона. От качества диалога с надзорными и контролирующими органами зависит стабильность работающего предприятия, его развитие, реализация инвестиционных проектов, сохранение и увеличение рабочих мест. Для нас очень важно, чтобы такие диалоги на подобных площадках проходили. Проходили как можно чаще, для того, чтобы директора предприятий в таком обычном свободном режиме могли задавать вопросы руководителю Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. Задавать вопросы его коллегам и получать очень быстрые, точные и правильные ответы. Союз промышленников сегодня выступил первой площадкой. Надеюсь, что в дальнейшем это будут и другие профессиональные сообщества. Я тоже приложу все усилия, как союз промышленников, для того, чтобы вот этот диалог был продолжен. Символично, что первой площадкой для такой встречи стал Барнаульский завод АТИ. В день совещания там торжественно запустили новый цех. Генеральный директор предприятия Артем Шамков поблагодарил организатора встречи за то, что для круглого стола и дискуссии выбран именно завод АТИ. Барнаульцев приглашают проголосовать за выбор места для установки стелы «Город трудовой доблести». Голосование пройдет одновременно с выборами депутатов Госдумы и АКЗС. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо прийти на счетный участок, который расположен вместе с избирательным участком, предъявить паспорт, взять бюллетень, заполнить его и поставить подпись напротив места, которое человек выбрал. Всего будет представлено 11 мест для размещения стелы. В голосовании смогут принять участие все жители Барнаула, достигшие 14 лет. Сделать свой выбор можно будет на 135 счетных участках по месту жительства уже с завтрашнего дня с 8 до 20 часов. Барнаульцы сегодня вправе выбрать ту площадку, на которой в дальнейшем архитекторы и эксперты как раз предложат варианты размещения этой стелы и она в 2022 году уже будет установлена. Для того, чтобы приступили к работе по проектированию, необходимо решение и мнение барнаульцев. 62-летний житель Первомайского района подтвердил пословицу «Не делай добра, не получишь зла». Три года назад он изготовил деревянную карусель для местных ребят и, конечно, не проводил проверку ее технического состояния, а также химическую обработку от гниения и разрушения. В результате в этом году карусель обрушилась на двух маленьких детей, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Он обвиняется органами следствия в причине несмерти по неосторожности. В настоящее время уголовное дело поступило в Новоалтайский городской суд для рассмотрения по существу. Сотрудники МЧС побывали в хозяйствах Павловского и Шалоболихинского районов и посмотрели, как руководители предприятий обеспечивают пожарную безопасность при уборке и хранении урожая. В МЧС поясняют, нередко предприятия пренебрегают правилами пожарной безопасности, забывая, что огонь в считанные минуты может уничтожить труд земледельцев. Нам, конечно, приятно, что вы приехали к нам с проверкой, потому что мы здесь работаем, глаза у нас замыливаются, что-то мы не видим, какие-то недочеты. А ваша проверка, конечно, нам помогает в том плане, что указываете наши недостатки, которые мы, конечно, постараемся устранить и обязательно устраним. В хозяйствах, где проверили соблюдение мер пожарной безопасности, к этой проблеме относятся ответственно. Работающая на полях техника оснащена огнетушителями, метлами и лопатами. Кроме того, на полях постоянно работают два трактора. В одном есть емкость с водой, другой опахивает участки поля. Сегодня в рамках операции «Урожай» был нанесен профилактический визит к фрутишинскому сельскому хозяйству. В ходе операции были проверены требования мер пожарной безопасности. По результатам проверки замечаний не было. В Барнаульских школах проводят тренировки по эвакуации. С обучающимися и сотрудниками образовательных учреждений и профессиональной спасателем отрабатывают такие чрезвычайные ситуации, как угроза террористического акта и пожар. Вчера тренировку провели в 135-й школе. В эвакуации из якобы горящего здания приняли участие больше 500 учеников и 42 сотрудника школы. В Алтайском крае проходят дни образования и науки. Для педагогов Сибири это время для получения новых знаний на конференциях и выставках. Во время форума педагоги посетили мастер-классы, где больше 20 экспертов познакомили их с современным оборудованием для обучения детей. В каждом федеральном округе соберутся учителя, в которых будет возможность не просто познакомиться, пообщаться, создать такие горизонтальные связи для взаимодействия, но и поработать на том оборудовании, которое уже есть в их школах, попробовать себя, посмотреть, как оно включается, как это можно встраивать в свои конкретные уроки. Кроме того, в Театре кукол «Сказка» прошла конференция «Технологии в образовании сделано в России», где эксперты показали педагогам инновационные разработки отечественного производства. «Привезли мы самое инновационное оборудование, которое сегодня есть в России. Это средства обучения, связанные с космическими технологиями, с робототехникой, с программированием, с конструированием, моделированием и профориентацией». Третья модельная библиотека по нацпроекту «Культура» появилась в Алтайском крае. Открытие прошло сегодня в Славгороде. Старую библиотеку модернизировали за 11 миллионов рублей, которые выделили из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Модельная библиотека – это больше, чем книгохранилище. Это пространство с арт-холлами для презентации мастер-классов, мультимедийными зонами для работы, общения и обучения. Так, в Славгородской центральной библиотеке увеличилась площадь для обслуживания посетителей, появились залы деловой и учебной литературы, досуговой книги и конференц-зал. Мы полностью поменяли предназначение библиотеки. Сейчас она – центр для интерактивного общения, для интеллектуального общения, для разных форм проведения досуга, для всех возрастов. Она интересна, современная, и мы очень надеемся, что мы встретим нового читателя. В Славгородской центральной библиотеке реконструирован первый этаж, отремонтированы полы, потолки, стены, проведены электромонтажные и отделочные работы. Для малышей оборудована игровая комната. Появилась современная техника и новая мебель. Книжный фонд пополнился новыми изданиями. Мне кажется, что каждая наша новая модельная библиотека делает еще один шаг вперед по сравнению с предыдущими, и мне кажется, с Волгородской библиотеки в полной мере удалось стать библиотекой нового поколения. И по техническим возможностям, и по обновлению книжного фонда, и, конечно, по модернизации пространства, которое наверняка станет любимым местом горожан. Недавно стало известно, что Бийская центральная детская библиотека победила в конкурсе по нацпроекту «Культура». В 2022 году она станет четвертой модельной в Алтайском крае. Строительство дороги к горнолыжному комплексу «Мишина гора» в Белокурихе-2 планируют закончить в октябре этого года. Подрядчик уже расчистил участок от лишней растительности, заменил мокрый грунт и установил водопропускные трубы. Нижний слой асфальтобетонного покрытия уже готов. Дорожники приступили к верхнему. По плану здесь появятся тротуары, велосипедные дорожки, освещение и парковка около комплекса. Участок протяженностью 2,6 км начали благоустраивать еще в прошлом году. Однако столкнулись с проблемой. Пришлось удалять заболоченные грунты. Высокие насыпи, крутые подъемы и так далее. Все это осложняет устройство и покрытие, основание. Генеральный подрядчик применяет здесь все свои силы, брошенные на завершение объемов работ. И я думаю, что мы успешно его завершим до наступления непогоды. На строительство автомобильной дороги выделено больше 480 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Отмечу, ежедневно по этому участку проезжают сотни туристов в день. Зимой жители и гости Алтайского края едут в горнолыжный комплекс. Интенсивность движения на дороге увеличивается в несколько раз. Автомобилистов теперь будут наказывать за шторки и каркасные сетки на передних боковых стеклах машины. Штраф 500 рублей. Сотрудники ГИБДД могут изъять у водителей неправильно установленные шторки на месте. А в случае, если снять их невозможно, автомобилистам дадут 10 дней на устранение нарушений. Если шторки за этот период не будут убраны, автоинспекция снимет машину с учета. Такой штраф ввели по причине того, что посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителю при движении. В Барнауле пройдет первый турнир памяти основателя футбольного клуба «Патриот» Виталия Крючкова. В соревнованиях примут участие мальчики 2009-2010 годов рождения. За победу поборются шесть команд. Игры начнутся 17 сентября. Они пройдут на стадионе ВРЗ, где занимаются воспитанники «Патриота». С 28 сентября по 2 октября в Алтайском крае пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и 23-й Шукшинский кинофестиваль. Торжественное открытие фестиваля состоится 28 сентября в Алтайском краевом театре драмы. Закрытие «Шукшинских дней» и подведение итогов Шукшинского кинофестиваля пройдет 1 октября на площадке городского дворца культуры Бийска. В библиотеках будут проходить творческие встречи с писателями. В этом году зрителям представят 11 художественных фильмов. Откроют кинофестиваль картиной «Земля Эльзы». Его показ и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20 часов в кинотеатре «Мир». К этому часу у меня все. Я напоминаю всем телезрителям, что больше новостей вы сможете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Там мы представлены на всех площадках – ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и в Инстаграме. Присылайте свои темы и о самых интересных мы, возможно, расскажем в следующих выпусках новостей. Не переключайтесь, с вами была Анна Москаленко. Хорошего вам вечера.